Владимир Гелеровский. Москва и москвичи. Глава 2. Театральная площадь. Грохот трамваев. Вся расцвеченная площадь то движется вперед, то вдруг останавливается, и тысячи людских голов поднимаются кверх глаза. Над Москвой мчатся стаи самолетов по гусиным треугольникам, то меняя построения, как стеклышки в калейдоскопе. Рядом со мной, у входа в Малый театр, сидит единственный в Москве бронзовый домовладелец, в том же самом заячьем халатике, в котором он писал «Волки и овцы». На стене ухода я считаю овившу этой пьесы и переношусь в далекое прошлое. К подъезду Малого театра, утопая железными шинами в неизгребенном снегу и ныряя по ухабам, подползла облезлая допотопная театральная карета. На козлах качался кучер в линючем армяке и нехрястое свлеши, клочьями пакли шапки с подвязанной щекой. Он чмокал цикл, дергал веревочными вожжами пару разномастных, никогда не чищенных кабыздохов, из тех, о которых популярный в то время певец Паша Богатырев пел в концертах слезный роман. Были когда-то и вы рысаками, и кучеров вы имели легких. В 80-х годах действенную неприкосновенность театральной площади пришлось ненадолго нарушить. И вот по какой причине. Светловодная речка Неглинка, заключенная в трубу из-за плохой канализации, стала клакой нечистот, которые стекали в реку Москву и заражали воду. С годами труба засорилась, ее никогда не чистили, и после каждого большого ливня вода заливала улицы, площади, нижние этажи домов на Неглинном проезду. Потом вода уходила, оставляя на улице Словонный, Ил и наполняя подвальные этажи нечистотами. Так шли годы, пока не догадались выяснить причину. Оказалось, что повороты, а их было два, один под углом Малого театра, а другой на площади под фонтаном с фигурами скульптора Виталия, были забиты отбросами города. Подземные болота, окружавшие площадь, как и в древние рюна, тоже не имели выхода. Начали перестраивать Неглинку, открыли ее своды, пришлось на площади забить несколько свай. Поставили три высоких столба, перевезли тридцатипудовую чугунную бабу, спустили вниз на блоки и запели. Народ варил толпами послушать. Эй, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, подернем! Поднимается артелью рабочая чугунная бабища и бьет по свай. Чем больше собирается народу, тем оживленные рабочие. Они, как и актеры, любят петь и играть при хорошем сборе. Запевал оживляется, что видит, о том и поет. Вот он усмотрел толстую барышню. Чиголиху и высоким фальцетом отчекание слова выводит. У барыня платье длинное из-под платья. А уж дальше такое хватит, что барыня под улюлюканье, как гаданье, рада сквозь землю провалиться. А запевал уже, увидал франта в цилиндре. Франт, рубаха, белый цвет, а порткам, знать, смены нет. И ржет публика, и все прибывает толпа. Артель утомилась, а хозяин, стараясь, рабя, подай еще, встряхивает запевала и попадает. На дворе собака брешет, а хозяин пузо чешет. Толпа хохочет. Айда, Рёбя, обедать. Дубинушку пели, заканчивая свои как раз на том месте, где теперь в недрах незримо проходит метро. В городской думе не раз поговаривали о метро, но как-то не уверенно. Сами отцы города чувствовали, что при воровстве о взяточнистве такую панаму разведут, что никаких богатств не хватит. Только разорует, только толку не будет. А какой-то поп говорил в проповеди. За грехи нас ведут в преисподнюю земли. Грешники поверили и испугались. Да, кроме того, с одной дубинушкой вместо современной техники далеко уехать было тоже мудрено. Глава третья. Хитровка. Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел. Лондон не всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве. Большая площадь Сен-Состровицы близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, которая спускается, как ручьи в болото, несколько переулков. Они всегда курятся, особенно к вечеру, а чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху. С высоты переулка жуть берет свежего человека. Облако село. Спускаешься по берегу, шевеляющуюся гнилую ям. В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманок, как в бане огоньков. Это торговки. Систными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с тушенкой, жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках под жаровнями, с бульонкой, которую больше называют собачьей радостью. Хитровские гурманы любят лакомиться объедками, а ведь это был рябчик, смакует какой-то бывший. А кто попроще ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло, легкие и завернутые рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка, рубец, который здесь зовется рябчик. А кругом пар вырывается клубами из отворяемых помидорных дверей, лавок и трактиров, и сливается в общий туман. Конечно, он будет более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемым только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорклой водки. Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до десяти тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыждам владельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а номера ходили по двугримену. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовещи на двоих. Они разделялись повешенной рогожкой. Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины между двумя рогожками и есть номер, где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев. На площадь приходили прямо с вокзалов артели приезжих рабочих и становились под огромным навесом для них наручного выстроения. Сюда по утрам являлись подрядчики и водили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников. Последние скупали все, что попало. Бедняки, продавшие из себя платья и обувь, тут же снимали их, переодевались вместо собок и лапти и опорки, а из костюмов в сменку до седьмого колена, свозь которую тело видно. Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев Бунина, Румянцева, Степанова, потом Ерошенко, Иромейка, потом Кулакова. В доме Румянцева были два трактира Пересыльный и Сибирь, а в доме Ярошенко Каторга. Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В Пересыльном собирались бездомники, нищие и барышники. В Сибири степень выше, воры, карманники и крупные скупщики крадено, а у всех всех была Каторга, притон буйного и пьяного разврата, биржеворов и беглых. А братник, вернувшись из Сибири или тюрьмы, не именовал этого места. Прибывший, если он действительно деловой, встречал здесь с почетом. Его тотчас же ставили на работу. Полицейские протоколы подтверждали, что большинство бегов из Сибири, уголовных, арестовывалось в Москве именно на хитровке. Брачное зрелище представляло собой хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежных всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому и незачем сюда соваться. И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны. Всем хитровым рынком заправляли двое городовых, Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков действительно боялась шпана, а деловые ребята были с обоими представителями власти в дружбе. И, вернувшись с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли к ним на поклон. Тот и другой знали в лицо всех преступников, приглядевши к ним за четверть века своей несменяемой службы. Да и никак не скроешься от них, все равно свои донесут, что в такую-то квартиру вернулся такой-то. Стоит на посту властитель хитровки, сосет трубку и видит вдоль стены пробирается какая-то вегу, раскрывая лицо. — Балдох! — гремит городовой. И фигура, сорвав с головой шапку, подходит. — Здравствуйте, Федор Иванович. — Откуда? — Из Нерчицка. Только вчера приехал. Уж извините пока что. — То-то. Гляди у меня сережка. Чтоб тихо, мирно, а то... — Нечто не знаем. Не впервой. Свои люди. А когда следует по особо важным делам, Кейзер спросил Рудникова. — Правда ли, что ты знаешь лицо тех беглых преступников на хитровке и не арестующих? — Вот потому двадцать готов и стою там на посту. А то и дня бы не простоишь. Пришьют. — Конечно, всех знаю. И благоденствовали хитрованцы под такой властью. Рудников был тип единственной в своем роде. Он считал, что даже у беглых каторжников справедливый, и поэтому только не был убит. Хотя бит и ранен при арестах бывал не раз. Но не со злобой его ранили, а только спасая свою шкуру. Всякий свое дело делал. Один ловил и держал, а другой скрывался и бежал. Такова каторжная логика. Боялся Рудников весь хитров рынок, как огня. Попадешься — возьмет. Прикажет — разыщет. За двадцать лет службы городовым среди рваний и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все. Ну, каторжник. Ну, вор, нищий, бродяга. Тоже ж люди, всяк жить хочет. А то что? Один я супротив всех их. Неож ты их всех переловишь. Одного помаешь, другие прибегут. Жить-то надо. Во время моих скитаний по Трущевам и Репортской работы по преступлениям я часто встречался с Рудниковым и всегда удивился его умению найти след там, где, кажется, ничего нет. Припоминается одна из характерных встреч с ним. С моим другом-актером Васей Григорьевым мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в одиннадцать ночи собрались уходить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешалки его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь. Соседи сработали с хитрого. Это уж у нас бывало дело. Забыли окно запереть, сказала старая кухарка. Вася чуть не плачет. Пальто новое. Я его утешал. Если хитровцы, найдем. Попрощались с хозяином, пошли в третий участок. В мяснической части старый, усатый, приставный полковник Шедловский имел привычку сидеть в участке до полуночи. Мы его застали и рассказали о своей беде. Если наши ребята, сейчас достанем. Позвать Рудникова, он дежурный. Явился огромный атлет с седыми усами и кулачищами с хорошим арбузом. Мы рассказали им подробно о краже пальто. Наши. Сейчас найдем. Вы бы пожаловали со мной, а они пусть подождут. Вы пальто узнаете? Вася остался ждать, а мы пошли на хитров в дом Буниных. Рудников вызвал дворника, они пошептались. Ну, здесь взять нечего, пойдем дальше. Тем, слякоть, только окна каторги светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла, да пар выходит из затворяющей то и дело двери. Пришли во двор дома Умянцева и прямо во второй этаж, налево в первую дверь от входа. «Двадцать шесть!» – крикнул кто-то, и все в ночлежке зашевелились. В дальнем углу отворилось окно и раздались один за другим три громких удара, будто от проваливающейся железной крыши. «Каторга сигает!» – пояснил мне Рудников и крикнул на всю казарму. «Не бойтесь, дьяволы, я один, никого не возьму!» Так зашел. «Чего ж пугаешь за зря?» – обиделся рыжий, солдатского вида здоровяк, приготовишься прыгать из окна на крышу пристройки. «А вот морду я тебе набью, Степка!» «За что же, Федор Иванович?» «А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на хитров!» «Где хочешь пропадай, а меня не подводи!» «Тебя ищут!» «Второй побег!» «Я не потерплю!» «Я уйду!» «Вон!» «Маруха завела!» И он подмигнул на девицу с синяком под глазом. «Пшел, чтоб я тебя не видел!» «А кто в окно сиганул?» «Зеленщик?» «Эй, Балдоха, отвечай!» «Молчание!» «Кто я спрашиваю? Чего молчишь?» «Шо я тебе, сыщик, что ли?» «Ну, Зеленщик, говори!» «Ведь я его хромую ногу видел!» Балдоха молчит, Рудников размахивается и влепляет ему жесточащую пощечину. Поднимаясь с пола, Балдоха сквозь слезы говорит «Сразу бы так и спрашивал, а то конетелится!» «Ну, Зеленщик!» «Черт с ним!» «Попадется, скажи ему, заберу, чтоб утекал отсюда!» «Подводите, дьяволы!» «Пошлю, тыскает, все одно возьму!» «Не спрашивают, ваше счастье, ночуйте!» «Я не за тем!» «Беги наверх, скажи им, дуракам, чтобы в окна не сигали, а то с третьего этажа убьются еще!» «А я наверх!» «Он дома?» «Стрихнет поди!» «Зашли в одну из ночлежных третьего этажа!» «Там та же история!» «Ну, вот он и есть, Махалкин!» «А это ты, Лавров?» «Ну-ка, вылазь, покажись барину!» «Это наш протезиакон!» «Сказал Рудников, прощаясь ко мне!» «Из-под нар вылез босой человек в грязной женской рубахе с короткими рукавами, открывшейся могучую шею и здоровенные плечи!» «Много лета, Федор Иванович, много лета!» «Загремел Лавров, но, получив морду, опять залез под нарой!» «Соборным певчим был, семинарист, а вот до чего дошел!» «Тише вы, дьяволы!» «Крикнул Рудников, и мы начали подниматься по узкой деревянной лице на чердак!» «Не загудело! Много лета!» «Поднялись темно, остановились у двери!» «Рудников, поправо заперто!» «Загремел кулачищем так, что дверь задрожал!» «Молчание!» «Он застучал еще сильнее!» «Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из нее показался съемщик, приемщик Крадину!» «Ну, че надо?» «И кто?» «Поднимается кулак, раздается визг, дверь отворяется!» «И что вы деретесь? Я ж человек!» «А кури ты человек? Где пальто, которое тебе Сашка Панамар сегодня принес?» «И что вы ночью беспокоите? Никакого пальта мне не приносили!» «Так, повыть-ка отсюда!» «А мы поищем!» «Сказал мне Рудников, и когда за мной затворилась дверь, опять послышались крики!» «Потом все смолко!» «Рудников вышел и вынес пальто!» «Вот она! Проклятый черт запрятал самый нижний сундук и сверху еще пять сундуков поставил!» «Такого был Рудников!» «Иногда бывали обходы, но это была только видимость, обыск!» «Окружат дом, где поспокойно берут шпаны, а крупные никогда не попадались!» А в Кулаковку полиция не совалась. Кулаковка назывался не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова между Хитровской площадью и Свининским переулком. Лицевой дом, выходивший узким концом на площадь, звали Утюгом. Мрачнейший за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов звался Сухой Овраг, а вместе Свиной дом. Он принадлежал известному коллекционеру Свиньёну. По нему и переулок назвали, отсюда и кличка обитателей «Утюги» и «Волки Сухого Оврага». Сбирают обходом мелкоту, без паспорта их нищих и административно высланных. На дорогой же день их рассортируют, без паспорта их административных, через пересыльную тюрьму отправят места прописки, ближайшие уезды. А они через неделю опять в Москве. Придут этапом в какой-нибудь Зарайск, отметятся в полиции и в ту же ночь обратно. Нищие барышники все окажутся москвичами или с подгородных слобод. И на другой день они опять на хитровке за своим обычным делом. Придут до нового обхода. И что им делать в глухом городишке? Работы никакой, ночевать пустить всякий боится. Ночлежек нет, ну и пробираются в Москву и блаженствуют по-своему на хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять в малостыньку, и ограбить своего ночлежника, заманив с улицы, или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть до гола. Только в Москве и житье, куда им больше деваться с волчьим паспортом? Ни тебе работы, ни тебе ночлега. Я много лет изучал трущобы и часто посещал хитров рынок. Завел там знакомства, меня не стеснялись и звали газетчиком. Многие из товарищей, литераторов, просили меня сводить их на хитров и показать трущобы, но никто не решался войти в сухой враг и даже в утюг. Войдем на колесо, спустимся несколько шагов вниз в темный подземный коридор и просится назад. Ни на кого из писателей такого сильного впечатления не производила хитровка. Как на Глеба Ивановича Успенского, работая в русских ведомостях, я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просижили мы с ним подолгу и в компании, и вдвоем обедывали, и вечера вместе проводили. Как-то Глеб Иванович обедал у меня, и за стакан вина разговор пошел о трущобах. Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый хитров рынок и этих людей, перешедших в Рубикон жизни. Хотел бы, да боюсь, а вот хорошо, если бы вместе нам отправиться. Я, конечно, был очень рад сделать это для Глеба Ивановича. И мы в восьмом часу вечера, это было в октябре, подъехали к солянке. Оставив извозчика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, свойств которой мерцали тусклые окна трактиров и фонарики торговок-обжорок. Мы остановились на минутку около торговок, которым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, причем непременно ругались из-за копейки или куска прибавки, и, съев, убегали в ночлежные дома. Торговки, эти уцелевшие от глотки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло и неистово вопили. — Лапша, лапшица, студень свежий коровий, оголовье свининка рванинка вареная. — Эй, кавалер, иди, на грошку в орла отрежу! — хрепит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице. — Горло, говоришь? А нос у тебя где? — Нос? На кой мне лят нос? И запела на другой голос. — Печенка, селезенка, горячая рванинка. — Ну, давай на семянутку. — Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку, грязными руками вытаскивает рванинку и кладет покупателю на ладонь. — Стюдню на копейку! — приказывают нищие фуражки с подобием кокарды. — Вот беда, вот беда! — шептал Глеб Иванович жадными глазами, следил за проходящим и жался поездливо ко мне. — А теперь, Глеб Иванович, зайдем в каторгу, потом в Пересильный, в Сибирь, а затем пройдем по ночлежкам. — Какую каторгу? — Так на хиторском жаргоне называется трактир. Вот этот самый. Пройдя мимо торговок, мы очутились перед низкой дверью трактира, низкая в доме Ярошенко. — Заходить ли? — спросил Глеб Иванович, держа на меня под руку. — Конечно. Я открыл дверь, откуда тотчас же хлынул зловонный пар и гомон. Шум, ругань, драка, звон посуды. Мы двинулись к Толику, но на встречу нам с визгом пронеслась по направлению к двери женщина с окровальным лицом, и вслед за ней здоровенный оборванец с криком. — Измордуй, проклятую! — Женщина успела выскочить на улицу, а оборванец был остановлен и лежал уже на полу, его успокоили. Это было делом секунды. В облаке пара на нас никто не обратил внимания. Мы сели за пустой грязный столик, ко мне подошел знакомый буфетчик, будущий миллионер и домовладелец. Я приказал подать полбутылки водки, пару печеных яиц на закуску, единственное, что я требовал в трущобах. Я протер чистой бумагой стаканчик, налил водки, очистил яйцо и чокнулся с Глебом Ивановичем, руки которого дрожали, а глаза выражали испуг и страдание. — Я выпил один за другим два стаканчика, съел яйцо, а он все сидит и смотрит. — Да пейте же! — он выпил и закаживался. Уйдем отсюда. Ужас! Я заставил его очистить яйцо, выпили еще по стаканчику. — Кто же это там? За средним столом, обнявшись с пьяной девицей, сидел, угощавший ее парень наголоостриженным буренец с перебитым носом. Перед ним здоровенный, с бычьей шеей и толстым бабьим лицом, басой в хламидии наподобие рубаки, орал громоподобным басом «Многое лето бывший вышибала пропоица». — Я объясню, Глеб Иванович, что это фартовый гуляет, а он все просит меня. — Уйдем! Расплатились, вышли. — Позвольте пройти, — вежливо обратился Глеб Иванович к стоящей на тротуаре против двери на четвереньках мокрого дождя и грязи бабе. — Пшо, видишь, полон полусапожек! — и пояснила дальше хриплая и гнусная баба историю с полусапожком, приправив крепким словом. Пыталась встать, но, не выдержав равновесия, шлепнулась в лужу. Глеб Иванович схватил меня за руку и поточил на площадь, уже опустевшую и покрытой лужами, в которых отражался огонь единственного фонаря. — И это первое творение женщины, — думал, услыл Глеб Иванович. — Мы шли. Нас остановил мрачный оборванец и протянул руку за подаянием. Глеб Иванович полез в карман, но я задержал его руку и вынул рублевую бумажку, — сказал хитрованцу. — Мелочи нет. Ступай в лавочку, купи запятак, папирос, принеси сдачу, и я тебе дам на ночлег. — Сейчас бегаю, — буркнул человек, зашлепнул опорками по лужам, понаправлю к одной из лавок, в шагах в пятидесяти от нас, и исчез туман. — Смотри, сюда неси папиросы, мы и здесь подождем, — крикнул ему след. — Ладно, — послышал из тумана. Глеб Иванович стоял и хохотал. — В чем дело, спросил я? — Ха-ха-ха, так он и принес сдачу. — Да еще папирос, ха-ха-ха. Я в первый раз слышал такую смех у Глеба Ивановича. Но не успел он еще как следовательно хохотаться, как зашлепывали по лужам шаги, и мой посланный, задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную черную руку, на которой лежали папиросы, медь и сверкало серебро. — Девяносто сдачи, пятак себе взял. Вот, и заря десяток. — Нет, постой, что же ты принес? — спросил Глеб Иванович. — А как же не принести-то? — Шо я, сбегу что ли с чужими деньгами-то? — Не что, — уверенно выбирал Барванец. — Хорошо, хорошо, — бормотал Глеб Иванович. — Я отдал Барванцу медь, а серебро и папиросы хотел взять, но Глеб Иванович сказал. — Нет, нет, все ему дай, все, за его удивительную честность вот это. Я отдал Барванцу всю сдачу, а он сказал удивленно вместо «спасибо» только одно. — Чудаки, господа, мне что я украду, коли поверили. — Пойдем, пойдем отсюда, лучшего нигде не увидим. — Спасибо тебе, — Бернус и Глеб Иванович Кабарванцу поклонился ему и быстро поточил меня с площади. От дальнейшего осмотра и ночлежек он оказался. — Многих из товарищей писатель водил я по-туречному и всегда благополучно. Один раз была неудача, но совершенно особого характера. То, о таком я говорю, был человек смелости испытанный и не побоявшийся ни утюгания волков сухого врага, ни трактирового каторга, тем более что он знал и настоящую сибирскую каторгу. Словом, это был никто иной, как знаменитый Зайчевский, тайно пробравшийся из места ссылки на несколько дней в Москву. Как раз накануне Глеб Иванович рассказал ему о нашем путешествии, и он весь загорелся. Да и мне весело было идти с таким подходящим товарищем. Около полночи мы быстро шагали по Свининскому переулку, чтобы прямо попасть в утюг, где продолжалось пьянство после каторги, закрывшееся в 11 часов. Вдруг солдатский шаг за нами военного солянки шагал в взвод городовых. Мы поскорее на площадь, а там из всех переулков стекаются взводами городовые и окружают дома. А балава на ночлежников. Трогнула рука мой госпутник. Черт знает, это уже хуже. Небось, Петр Грой, шагай смелее. Мы быстро пересекли площадь под колокольный переулок. Единственный, где не было полиции, вывел нас на Яузский бульвар. А железо на крышах домов уже гремело. Это серьезные элементы убирались через чатаки на крыше и пластами укладывались около труб, зная, что сюда полиция не полезет. Петр Григорьевич на другой день в нашей компании смеялся, рассказывая, как его испугали толпы городовых. Впрочем, было не до смеха. Вместо кулаковской каторги он рисковал попасть опять в Нерчинскую. Кулаковку даже не днем опасно ходить. Коридоры темные, как ночью. Помню, как я как-то иду под земным коридором сухого врага, черкаю спичку и вижу ужас. Из каменной стены, из гладкой каменной стены, вылезает голова живого человека. Я остановился, а голова орет. Гаси, дьявол, спичка-то, ишь, шляется. Мой спутник задул в мои руки спичку и потащил меня дальше, а голова еще что-то бурчала следом. Это замаскированный вход в тайник под землей. Куда они... Что полиция, сам черт не полезет. В 70-х годах я был очевидцем такой сцены в доме Ромейка. Зашел я как-то в летний час, часа в три, в каторгу. Разгул уже был в полном разгаре. Сижу с переписчиком ролей к Кирине. Кругом, конечно, коты с марухами. Вдруг в дверь влетает кот и орет. Эй, вы, зеленые, ноги 26! Все насторожились и навостряли лыжи, но ждут объяснения. В утюге кого-то пришили, за полицией побежали. Гляди, сюда приходорят. Первым выбежал здоровенный брюнет из-под нахлобучной шапки и виднелся затылок, правая половина которой оброшла волосами много короче, чем левая. В те времена коты жеными еще брели голову, и я понял, что ему надо торопиться. Выбежал еще человек с пяток, оставив марух, расплачиваться за угощение. Я заинтересовался и бросился в дом Ромейка, в дверь с площади. В квартире второго этажа среди толпы лужи крови лежал человек лицом вниз в одной рубахе, обутые в лакированные сапоги с голенищами, гармоникой. Из спины под левой лопаткой торчал нож, всаженный вплотную. Я никогда таких ножей не видал. Из тела торчала большая, причуденная форма медная блестящая рукоятка. Убитый был кот, убийца, мститель за женщину. Его так и не нашли. Знали, да не сказали. Говорили, хороший человек. Пока я собирал нужные для газеты сведения, явилась полиция, пристав и местный доктор, общий любимец Кувшинников. Ловкий удар прямо в сердце, предвел он. Стали писать протокол. Я подошел к столу, разговаривав с Кувшинником, с которым меня познакомил Антон Павлович Чехов. «Где нож? Нож где?» Полиция засуетилась. «Я его сам сию минуту видел. Сам видел!» – кричал пристав. После немалых поисков нож был найден. Его во время суматофи кто-то из присутствующих вытащил и заложил за полбутылки в соседнем кабаке. Чаще других был дом Бунина, куда вход был не с площади, а с переулка. Здесь жило много постоянных итрованцев, существовавших подъемной работой вроде колки дров и очистки снега. А женщины ходили на мытье полов, уборку, стирку, как подъемщицы. Здесь жили профессионалы нищие и разные мастеровые, отручебившиеся окончательно. Больше партнер их звали раками, потому что они голые, пропившие последнюю рубаху из своих, но никогда и никуда не выходили. Работали день и ночь, перешивая трепье для базара, вечно похмелья в отребьях босые. А заработок часто был хороший. Вдруг в полночь валивается в врачу квартиру в уроз с узлами. Будет «Эй, вставай, ребята, на работу!» кричит разбуженный съемщик. Из-за слов вынимают дорогие шубы, лиси, ротонды и гору разного платья. Сейчас начнется кройка и шитье, а утром являются барышники и охапками несут на базар меховые шапки, жилеты, картузы, штаны. Полиция ищет шубы и ротонды, а их уже нету. Вместо них шапки и картузы. Главную долю, конечно, получает съемщик, потому что он покупатель крадета, а нередко и атаман шайки. Но самый большой и постоянный доход давала съемщикам торговля вином. Каждая квартира – кабак. В стенах под полом, в толстых ножках столов, везде были склады вина, разбавленные водой для своих ночленников и для их гостей. Неразбавленную водку днем можно было получить в трактирах и кабаках, а ночью торговал водкой, запечатанной посуде шламбой. В глубинке будинского двора был тот же свой шланбой. Двор освещался тогда одним тусклым керосиновым фонарем. Окна от грязи не пропускала света, и только одно окно шланбоя с белой занавеской было светлее других. Подходит кому надо к окну, стучит. Открывается форточка, из-за навески высовывается рука ладони вверх. Приходящий кладет молча в руку полтинник. Рука исчезает и через минуту появляется снова с бутылки смирновки. И форточка захлопывается. Одно дело, слов никаких. Тишина во дворя полная. Только с площади слышатся пьяные песни до крики караул. Но никто не пойдет на помощь. Разденут, разуют и голым пустят. То и дело вперед, как на самой площади поднимали трупы убитых и ограбленных до нога. Убитых отправили в медицинскую часть для судебного вскрытия, а иногда и в университет. Помню, как-то я зашел в анатомический театр к профессору Нейдингу и застал мечтающим лекцию студентов. На столе лежал труп, поднятый на хитровом рынке. Смотрев труп, Нейдинг сказал, признаков насильственной смерти нет. Вдруг из толпы студента вышел старый сторож при анатомическом театре, знаменитый Волков, нередко помогавший студенту препарировать, что он делал бы замечательным миром. Иван Иванович сказал, что вы, признаков нет, посмотрите-ка, ему в лейгаментум нухи насыпали, повернул труп и указал перелом шейного позвонка. Нет уж, Иван Иванович, не было случая, чтобы с хитровки прислали и не убитых. Много оставалось круглых сирот и врожденных на хитровке. Вот одна из сценок 80-х годов. В том, на осеннюю ночь, в дворе дома Буниных, люди, шедшие с шаламбою, взлыхали стон из помойки, увидели женщину, разрешавшуюся ребенком. Дети-хитровки были в цене, их сдавали с груди возраста в аренду, чуть не с аукциона, нищим. И грязная баба, нередко со следами ужасной болезни, брала несчастного ребенка, совала ему в рот соску из грязной тряпки с ноженым хлебом и тащила его на холодную улицу. Ребенок целый день мокрый и грязный лежал у нее на руках, отравляясь соской, и стонал от холода, голода и постоянных болей в желудке, вызывая участие в прохожих, бедной матери несчастного сироты. Бывали случаи, что дитя утром умирало на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаянием. Двухлетних водили за ручку, а трехлеток уже сами приучали стрелять. На последней неделе Великого Поста грудной ребенок по прекрасности ходил по четвероту в день, а трехлеток по гривеннику. Пятилетки бегали сами и приносили тятькам, мамкам, дяденькам и тятенькам на пропой души гривенник, а то и пятиалтынный. Чем больше становились дети, тем больше с них требовали родители, тем меньше им подавали прихожие. Нищество детям приходилось снимать зимой обувь и отдавать ее караульщику за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. Приходилось добывать деньги всеми способами, чтобы дома, вернувшись без двугринного, не бить сбитым. Мальчишки, кроме того, стояли на стреме, когда взрослые воровали, и в то же время сами подучивались у взрослых в работе. Бывало, что босики, рожденные на хитровке, на ней и доживали до седых волос, исчезая временно на отсидку в тюрьму и дальнюю ссылку. Это мальчики. Положение девочек было еще ужаснее. Им оставалось одно. Продавать себя пьяным развратникам 10-летние пьяные проститутки были не редкость. Они ютились больше в вагончике. Это был крошечный одноэтажный фольгерек в глубине владения Румянцева. В первой половине 70-х годов там появилась и жила подолгу красавица, которую звали княжна. Она исчезала на некоторое время из хитровки, попадая за свою красоту то на содержание, то в шикарный публичный дом. Но всякий раз возвращалась в вагончик и пропивала все свои сбережения. В каторге она распевала французский шансонет, танцевала модный тогда танец качучу. Числи ее ухажеров был Степка Махалкин, родной брат известного гуслицкого разбойника Васьки Чуркина. Посыл он даже в романе о имени. Но Степка Махалкин был почище своего брата и презрительно называл его Васька-то, пустелька, партианочник. Как-то полиция арестовала Степку и отправила пересыльник, где его заковали в кандалы. Смотреть предложим его. Хочешь сниму кандалы? Только дай слово и не бежать. Ваше дело держать, а наше дело бежать. А слово тебе не дам. Наше слово крепкое. А я уже дал одно слово. Вскоре он убежал из тюрьмы, перебравшись через стену. И прямо в вагончик к княжне, который дал слово, что придет. Там произошла сцена ревности, Махалкин избил княжну до полусмерти. Ее отправили в Павловскую больницу, где она и умерла от побоев. В адресной книге Москвы за 1826 год в списке домовладельцев значится Свинин Павел Петрович, статский советник по Певчевскому переулку, дом номер 24. Мясницкая часть и на углу Солянки. Свинин поспеет Пушкиным. Вот и свинин российский жук. Свинин был человек известный, писатель, коллекционер, владелец музея. Впоследствии город переименовали Певчевский переулок Свининский. На другом углу Певчевского переулка, тогда выходившего на огромный, пересеченный урагами заросший пустырь, постоянный притон-бродяг, прозванный вольным местом. Как крепость, обнесенная забором, стоял большой дом со службами генерала-майора Николая Петровича Хитрова. Владельца пустопорожнего вольного места, вплоть до нынешнего Яузского и Покровского бульвара, тогда еще носивших одно название Бульвар Белого города. На этом бульваре, как значилось в той же адресной книге, стоял другой дом генерал-майора Хитрова, номер 39. Здесь жил он сам, а в доме 024 на вольном месте жила его дворня. Были конюшни, погреба и подвалы. В этом громадном владении и образовался Хитров рынок, названный так в честь владельца этой дикой усадьбы. В 1839 году умер Свинин, и его обширные усадьбы и барские палаты перешли к купцам Расторгуевым, владившим ним вплоть до Октябрьской революции. Дом генерала Хитрова приобрел воспитательный дом для квартир своих чиновников и перепродал его во второй половине прошлого столетия инженеру Ромейко. А пустырь, все еще населенный бродягами, был куплен городом для рынка. Дом требовал дорогого ремонта, его окружение не вызывало охотников снимать квартиру в таком опасном месте, и Ромейко пустил его под ночлежки. И выгодно, и без всяких расходов. Страшные тульщобы и хитровки десятки лет наводили ужас на москвичей. Десятки лет и печати, и дума, и администрация, вплоть до генерала-губернатора, четно принимали меры, чтобы уничтожить это разбочение логова. С одной стороны, близ хитровки торговая солянка с опекунским советом, с другой – Покровский бульвар и прилегающие к нему переулки, были заняты богатейшими особняками русского иностранного купечества. Тут и Сава Морозов, и Корзинкины, и Хлебниковы, и Оловянниковы, и Тарстаргуевы, и Бахрушины – владельцы этих дворцов. Возмущались страшным соседством, употребляли все меры, чтобы уничтожить его. Но ни речи, громевшие в угоды ни в заседаниях дома, ни дорого стоящие хлопоты администрации ничего сделать не могли. Были какие-то тайные пружины, отжимавшие всех нападавших из силы. И ничего не выходило. То у одного из хитровских домовладельцев рука в доме, то у другого друг в канцелярии генерал-губернатора, третий сам занимает важное положение в делах благотворительности. И только советская власть одним постановлением Моссовета смахнула эту излечимую при старом строе язву и в одну неделю в 1923 году очистила всю площадь с окружениями его вековыми притонами. В несколько месяцев отделала под чистые квартиры недавний трущоб и заселила их рабочим и служащим людям. Самую же главную трущобу, Кулаковку, с ее подземными притонами, в сухом овраге, по свиному переулку и огромным утюгом срыла до основания и заново застроила. Все те же дома, но чистые снаружи. Нет заткнутых бумагой или тряпками, или просто разбитых окон, из которых валит пар и несется пьяный гул. Вот дом Орловка, квартиры нищих, профессионалов и мест ночлега новичков, еще пока ищущих, пойдем на работу. Вот рядом огромные дома Румянцева, в которых было два трактира, пересыльные Сибири, а далее в доме Степанова трактир-каторга, когда-то принадлежавший знаменитому укрывателю беглых и разбойников Марку Афанасьеву, а потом перешедший к его приказчику Кулакову, нажившему состояние наносившему своим старым хозяином месте. И в каторге нет теперь двери, из которой валил, когда она откворялась, пар, и слышались дикие песни, звон посуды и вопли по ножовщине. Рядом с ним дом Буниных, тоже теперь сверкает окнами. На площади не долпятся тысячи барванцев, не сидят на кочагах торгов, грязной пропахшей тухлой селедкой и разлагающейся бульонкой и требухой, идет чинный народ, играют дети. А еще совсем недавно, круглые сутки площадь, мельтешила толпами барванцев. Под вечер метались и галчили пьяные своими марухами. Не видя ничего перед собой, шатались на нанюхавшиеся марафету, как и не из обоих полов и всех возрастов. Среди них были рожденные и вырешенные здесь же подростки, девочки и полуголые огольцы их кавалеры. Огольцы появлялись на базарах толпой, набрасывались на торговок, и опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товары и исчезали в рассыпную. Степенью выше стояли поездочники. Их дело выхватывать на проездах бульваров, в луких переулках и на темных вокзальных площадях изверхопролетки саки и чемоданы. За ними фортачи, ловкие гибкие ребята, умеющие лазить в форточку, и шермачи, бесшумно лазившие по карману у человека в застегнутом пальто, заторгав и затырив его в толпе. И по всей площади нищие, нищие, нищие. А по ночам из подземной сухого врага выползали на фарт деловые ребята с фомками и револьверами. Толкались портяночники, не брезгившие сорвать шапку с прохожего, или у своего же хитрована нищего отнять сумку с куском хлеба. Ужасны иногда были ночи на этой площади, где сливались пьяные песни, виск избывая хмарух, да крики караул. Но никто не рисковал пойти на помощь раздетого и разутого голым. Пустят, да еще и забьют за то, что не лес, куда не следует. Полицейская будка ночью была всегда молчалива, будто ее нет. В ней лет двадцать слишком губернаторствовал городовой Рудников, в котором уже рассказывалось, Рудников ночными бездомными греками о помощи интересовался и двери в будке не отпирал. Раз был такой случай, запутался по пьяному делу на хитровке сотрудника развлечения Эпифанов, вздумавший изучать трущобы. Его донога раздели на площади, он в будку стучит, гремит, караул кричит. Да так голый домой вернулся. На другой день, придя в развлечение просить аванс по случаю ограбления, рассказывал на финал своего путешествия. Огромный будочник, босой и в одном белье, которым он назвался дворянином, выскочил из будки, повернул его к себе спиной и гаркнул. Всякая сволочь по ночам будет беспокоить. И так нападал ногой, спасибо, что еще босой был, что Эпифанов отлетел далеко в лужу. Никого и ничего не боялся Рудникова. Даже сам Куликов со своими миллионами, которого вся полиция боялась, потому что с Иваном Петровичем генерал-губернатором за ручку взорвался. До Рудникова было ничто. Он прямо являлся к нему на праздник и, получив от него сотенную, гремел. — Ванька, ты шутишь, что ли? Аль забыл, а? Кулаков, принимавший поздравитель в своем доме в Свиньском переулке, в мундире с орденами вспоминал что-то, трепетал и лепетал. — А, извините, дорогой Федор Иванович. И давал триста. — Давно нет ни Рудникова, ни его будки. Дома Хитровского рынка были разделены на квартиры или в одну большую или две комнаты с нарами, иногда двухэтажными, где ночевали бездомники без различия пола и возраста в углу комнаты, коморка из тонких досок, а то просто ситцевая занавеска, за которой помещаются хозяин с женой. Это всегда какой-нибудь пройди свет из отставных солдат или крестьян, но всегда с чистым паспортом, так как иначе нельзя получить право быть съемщиком квартиры. Съемщик никогда не бывал одинокий, всегда вдвоем с женой и никогда с законной. Законных жен съемщики оставляли в деревне, а здесь заводили сожительниц, аборигены к Хитровке, нередко беспаспортных. У каждого съемщика своя публика, у кого грабитель, у кого воры, у кого рвань коричневая, у кого просто нищие братья. Где нищие, там и дети, будущие каторжники. Кто родился на Хитровке и ухитрился вырасти среди этой ужасной обстановки, тот кончит тюрьмой. Исключения редки. Самый благонамеренный элемент Хитровки – это нищие. Многие из них здесь родились и выросли. Если по убожеству своему и никчемности они не сделали с ворами и разборники, а так и остались нищими, то теперь уж ни на что не применяют своего ремесла. Это не те нищие, случайно потерявшиеся средства в жизни, которых мы видим на улицах. Эти наберут едва-едва на кусок хлеба или ночлег. Нищие Хитровки были другого сорта. В доме ремянцев была, например, квартира странников. Здоровейнейшие, опухшие от пьянства детины с косматыми бородами, сальные волосы по плечу лежат. Ни гребня, ни мыла они никогда не видывали. Это монахи небывалых монастырей. Перегримы, которые век свой ходят от Хитровки до церковной паперти или до замоскворечных купчих и обратно. После пьяной ночи такой страховидный дядя вылезает из-под нар, просит в кредит у съемщика стакан севухи, облекается странничный подрясник, за плечи ранец, набитый трепьем, на голову скуфейку и босиком, иногда даже зимой по снегу, для догадаться своей святости, шагая за сбором. И чего-чего только не наврет такой странник темным купчихам, чего только не всучит им для спасения души. Тут и щепочка от гроба Господня, и кусочек лестницы, которую праотец Яков во сне видел, и упавшая с неба чека от колесницы или пророка. Были нищие, собиравшие по лавкам по трактивным торговым рядам. Их служба с десять утра до пяти вечера. Эта группа и другая, называемая с ручкой, рыскающая по жерквам, самые многочисленные. Последний. Баба с грудинами детьми, взятыми на парокат, а то и просто поленом обернута в тряпку, которую они нежно баюкают, прося на бедную сиротку. Тут же настоящие и поддельные слепцы и убогие. А вот и аристократы. Они жили частью в доме Орлова, частью в доме Бунина. Среди них имелись и чиновники, и выгодные сослужбы офицеры, и попы Растриги. Они работали коллективно, разделив московские дома на очереди. Перед ними адрес Календарь Москвы. Нищий аристократ берет, например, правую сторону, при чистеньке с переулками и пишет 20 писем слезниц, не пропустив никого в 20 домов, стоящих внимания. Отправив письмо, на другой день идет по даресам. Звонит в парадное колецо. Фигура аристократическая, костюм взятый на прокат, приличный. На вопрос Вишара говорит. Вчера было послано письмо по городской почте, так ответа ждут. Выносят пакет, а в нем бумажка от рубля и выше. В надворном фрегале дома Ярошенко, квартира номер 27, называлась Песучий и считалась самой аристократической и скромной на ней, на всей хитровке. В 80-х годах здесь жили даже князь-княгиня, слепой старик с безумной старухой женой, которой он диктовал иногда по-французски письма к благодетелям. Своим старым знакомым и получал иногда довольно крупные подачки, на которые подкрали у голодных переписчиков. Они звали его Ваше Сиятельство и относились к нему с уважением. Его фамилия была Львов. По документам он назначился просто дворянином, никакого княжеского звания не имел. Князя его произвели переписчики, а затем уж и остальная хитровка. Он и жена запойные пьяницы, но когда были трезвые, держали себя очень важно и навет были весьма представительны, хотя на князе было старое тряпье, а на княгине бурнус, с зачиненной разноцветными заплатами. Однажды, приехав к ним родственные откуда-то с Волги, и узли их, к крайнему сожалению, переписчиков соседей Ничьих. Проживал там наш горчайший пьяниц, статский советник, бывший мировой судья, за что хитровцы, когда-то не раз судившиеся у него, прозвали его Цепной, намекая на то, что судья при исполнении судебных обязанностей надевали на шею эту злачевную цепь. Рядом с ним на нарах спал его друг Добронравов, когда-то подававший большие надежды литератор. Он печатал в мелких газетах романы и резкие обличительные филитоны. За один филитон на фабрикантах он был выслан из Москвы по требованию этих фабрикантов. Добронравов берет у себя как реликвию, наклеенную на папку вырезку из газеты, где был напечатан погубивший его филитон под заглавием «Раешник». Он прожил где-то в захолостном городишке на глубоком севере несколько лет, явился в Москву на хитров и навсегда поселился в этой квартире. Но ведь он был весьма представительный и в минуты трезвости говорил так, что его нужно было заслушаться. Вот за какие строки автор Раешника был выслан в Москве. «Пожалуйста, сюда поглядите!» Хитра купецкая политика. Ни хлыш, ни франк, а миллиончик-фабрикант. Попить-погулять охочий, на каторжный труд, на рабочий. Видом самовантажный, его корпус пятиэтажный, ткут, снуют, домотают тысячи людей, на него одного работают. А народ-то фабричный, ко всякой беде привычный. Коси да кожа, да испитая рожа. Плохая кормежка, дорваная одежка и подводит живот до бока у рабочего паренька. Сердешные. А директора беспечные, на пофабрике гуляют, на стороне не дозволяют покупать продукты. Примерно, хочешь лук ты, посылай сынишку забирать на книжку заводские лавки. Там, мол, без надбавки. Дешево и гнило. А ежели нетро заговорило, и его, вишь, вина требует вина. То же дело, табак. Опять беги, фабричный кабак. Хозяйский пей, на другом будешь скупей. А штучка не мудра. Дадут в долг и пол ведра. А в городе и хозяин, вроде как граф. На пользу ему и штраф. Да, на прибыль и провис кругом, значит, в ремизе. А там на товар процент. Куда ни глянь, все дивиденд. Нигде своего не упустим. Такого везде, Петра Кириллова запустим. Лучше некуда. Рядом с песочей ночлежкой была квартира подшибалов. В старое время типографчики наживали на подшибалов большие деньги. Да еще и говорили, что благодеяние делают. Куда ему, голому, да боссому деваться. Что не дай, все пропьет. Разрушение свиного дома и утюга, а вместе с ним и всех влюбили кулаковки, началось в первые дни революции. В 1917 году ночлежники у джига все как один наотрез отказались платить съемщикам квартиры за ночлег. И съемщики, видя, что жаловаться некому, бросили все и разбежались по своим деревням. Тогда ночлежники первым делом разломали коморки съемщиков, подняли доски пола, где разыскали целые склады бутылок с водкой, а затем самые стенки коморок истопили в печках. За ночлежниками явились учреждения и все деревянное до решетника крыши и увезли тоже на трава. В домах без крыш, окон и дверей продолжал ютиться самый оголчелый ют. Однако подземные тайники продолжали оставаться нетронутыми. Деловые по-прежнему выходили на фарт по ночам, по артеночнике днем и в сумерки. Первые делали набеги вдали от своей хазы, вторые грабили потемках пьяных и одиночек своих нищих, появлявшихся вечером на Хитровской площади, а затем разграбили и ловченки на Старой площади. Это было голодное время гражданской войны, когда было не до Хитровки. Посолянке было рисковано ходить с узелками и сумками даже днем, особенно женщинам. Налетали хулиганы, выхватывали из рук узелки и мчались в свинецкий перевод, где на глазах преследователей исчезали в безмолвных грудах кирпичей. Преследователи оставались в изумлении и вдруг в них влетали кирпичи. Откуда неизвестно, один и другой иногда проходивший видели дымок, вьющийся из мусора. Утюги и кашу варят. По вечерам мельтешили тени, люди с чайниками и взверками шли к реке и возвращались тихо, воду носили. Но пришло время, и массовет в несколько часов ликвидировал Хитров и Роффорина. Совершенно неожиданно, в веселинок был окружен милицией, стоявшей во всех переулках и у ворот каждого дома. С рынка выпускали всех, на рынок не пускали никого. Обитатели были заранее предупреждены о предстоящем веселении, но никто из них и не думал оставлять свои хазы. Милиция окружу дома предложила немедленно выселяться, предупредивая, что выход свободный, никто задержан не будет, и дала несколько часов сроку, после которого будут приняты меры. Только часть нищих инвалидов была оставлена в одном из надворных ригелей Румянцевки.